Привет! Недавно мы добывали косточки из фруктов и пытались их проращивать. Сегодня мы покажем, что нам удалось прорастить и кое-как забустим наш инкубатор. В прошлой части мы показали, что у нас пророс один росточек. Мы специально не говорили, что это, дабы сдержать интригу. Итак, это был небольшой зародыш дерева свитий, который быстрее всех стремился повидать свет. Он активно растет и достиг уже вот таких размеров, но он пророс не один. Также решил проклюнуться гранат. Росточек тоже не маленький, а больше всего взошло земляники. Весь стаканчик усеян. В дальнейшем ее нужно будет немного рассадить. Мандаринки тоже взошли, кроме одного сорта. Росточки здесь точно мандариновые, так как пахнут цитрусовыми. Лимончик тоже захотел повидать свет и также пророс. А за ними киви, всего лишь один небольшой стебелек. Дыня и арбуз тоже взошли без особых проблем. Вот что нам удалось прорастить. Надеемся, через несколько месяцев мы сможем опробовать выращенные нами плоды на вкус. А вот кто не хочет, что мы его скушали, то это лайм, один сорт мандарина и банан. Будем надеяться, что они тоже прорастут. А вот ананас сажать еще рано, так как корневая система еще недостаточно сформировалась. С этим разобрались, но мы не будем останавливаться, а посадим еще несколько экземпляров по вашим советам из комментариев. У нас тоже было пару вариантов в запасе, но один всеми известный блогер тоже решил снять нашу идею. Так делать нехорошо, но у нас есть еще, что можно посадить. Мы попытаемся вырастить немного экзотики у себя дома. Вот этот волосатик, это рамбутан. С виду чем-то напоминает наши каштаны. Давайте-ка его разрежем. Под кожурой скрывается мягкий плод. Его тоже стоит вскрыть, ведь под якотью скрывается достаточно большая косточка. А сам плод на вкус, как сладкий виноград в перемешку с грецким орехом. Мы вскрыли все плоды и достали из них три семечки. А вот это гранадила. Кожура при разрезе хрустит, как яичная скорлупа. А под ней прячется очень мягкая белая оболочка. Вскрываем ее и видим кучу капсул, наполненных соком и нужными нами косточками. Чтобы их извлечь, достаточно надавить на тонкую оболочку. И косточка окажется сразу у вас на пальце. Мы добыли их запасом и взяли фрукт под названием карамбала. В разрезе он напоминает звездочку. А самих косточек в нем не сильно много. Всего лишь три единицы нам удалось достать. А вот этот фрукт напоминает маленький гранат. Зовут его Амангостан. Давайте и его вскроем. Внутри мы увидели какой-то чеснок, а не фрукт. Но на вкус плод очень приятный. Косточек в нем не было. Но зато мы хорошенько подкрепились. Авокадо большинство из вас пробовали на вкус. Думаю, вы знаете, какая в нем большая косточка. Размером в грецкий орех. Ее нужно протереть от лишней мякоти. И немного подрезать, чтобы добраться до белой сердцевины. Дальше берем три зубочистки. И под небольшим углом втыкаем в корочку косточки. Срезанной частью погружаем косточку в стакан с водой на проращивание. Откладываем ее в сторонку и берем остальные семена. Их, как и раньше, ложим на ватки. Накрываем сверху такими же и обильно смачиваем семена водой. Теперь им нужно дать время набухнуть. А пока это будет происходить, немного прокачаем наш инкубатор. Первым, что вы нам посоветовали, то это поменять тип нашей лампы на ультрафиолетовую. Убедившись в интернете, мы поняли, что так действительно будет лучше. Про полив тоже не стоит забывать. Дело не сложное, но его можно автоматизировать. Нам понадобится пятилитровая бутылка. При помощи паяльника проделываем отверстия. Ровно столько, сколько и самих растений. Должно получиться вот так. Эти отверстия мы делали для вот такой вот трубки. Ее нужно нарезать на небольшие одинаковые кусочки. А затем при помощи термоклея приклеить их к бутылке. А на противоположной стороне мы начертили небольшое колечко. И затем его вырезали. Приклеиваем сюда горлышко другой бутылки. И пора устанавливать наш автополив. В нашем боксе мы сделали небольшую дырку. В нее протягиваем всю нашу систему. А кончики трубок затыкаем ваткой, чтобы вода не лилась как из-под крана. Перекладываем все фрукты обратно в инкубатор и к каждому стаканчику подводим трубку. Готово, можно заливать воду. Вода потекла по трубке и теперь потихоньку будет увлажнять почву возле растения. Тем временем косточки поднабухли. Давайте их сажать. Как и в прошлый раз, мы засыпали два вида грунта в одноразовые стаканчики. А также делаем небольшие углубления для самих семян. Сажаем их, не забываем полить и подписываем. Все, будем ждать новые растения. Но, чтобы фрукты быстрее развивались и лучше росли, нужно удобрение. Для него нам понадобится кофейная заварка, банановая кожура и яичная скорлупа. Кожуру банана мелко нарезаем и перекладываем в миску. Туда же добавляем остальные компоненты и тщательно перебиваем их блендером. У нас должна получиться вот такая густая паста. Это и есть удобрение. Наносим его возле стебелька тоненьким слоем. Теперь, когда будет попадать вода на одобрение, вместе с ней в землю будут всасываться полезные вещества, которые помогут фруктам в дальнейшем росте. Как-то так, друзья. Не забывайте нам давать советы в комментариях. И пока! Субтитры создавал DimaTorzok